Друзья, я отвечу на один вопрос, а потом будет еще и участие. Все ли грехи одинаковы для Бога по степени тяжести? Друзья, скажу, как я понимаю. Я считаю, что не все грехи для Бога одинаковы по степени тяжести. Ну, вижу в это в Писании. Ну, к примеру, в книге пророка Ионы мы будем изучать в 4 главе, Бог говорит, мне ли не пожалеть Неневию город великий, в котором 120 тысяч детей, или даже более, какого возраста, которые не отличают правой руки от левой. То есть это очень маленькие дети. Маленькие дети грешат или нет? Грешат. Бывает у них противление, бывает или нет? Вот маленький ребенок только стал ходить, и он идет к шкафу на кухне и открывает. Ему мама нравоучение преподала, отвела в сторонку. И раз отошла, он смотрит. Мама отошла, он раз опять туда. Что происходит? Она возьмет линеечку, аккуратненько раз его накажет там, по мягкому месту, поплачет он. Мама ушла, и он опять туда. Это противление. У ребенка проявляется непослушание. И это заметно. Два, три года, четыре года. Это все процесс становления, а у него непослушание. Непослушание грех или нет? Конечно грех. А вот раз и восхищение церкви. Такой ребенок останется на земле или нет? Я думаю, нет. Я думаю, Господь такого ребенка возьмет. А он же грешит. Перед Богом, конечно, грехи имеют разную степень тяжести. Друзья, или Сура – это грех или нет? Грех. А обида – грех или нет? Грех. Вы знаете, я не встречал, чтобы в церкви отлучали за обиду. Вот обиделась сестра на другую сестру. Вот обида у нее появилась. Ее за это отлучили. Но я знаю ряд случаев, за грехи, которые людей отлучали. Почему? Потому что Библия говорит, что вот эти грехи или серия грехов не должны даже именоваться у нас. И если они имеют место, за них церковь наказывает. Бывают грехи, за которые церковь ставит на замечание. Не отлучает сразу. А бывает сразу отлучает. Почему? Потому что степень тяжести у грехов очень разная. Друзья, но нельзя думать, что Бог только за тяжкие грехи может отвергнуть. Борг, Бог отверг Саула за какой грех? Как? За непослушание. К волшебнице он потом уже пошел. Но Бог отверг за непослушание. Почему? Потому что эти процессы грехов у него повторялись, повторялись. И он явно знал, что нужно делать. Но он поставил, ну как бы, свое, свои желания, эмоции, чувства и пожелания выше Божьего. И это был уже предел. То есть Саул, он уже преисполнил чашу беззакония. И Бог отверг. Поэтому, друзья, конечно, я понимаю у Бога разное отношение к грехам, которые совершают люди. Но наша задача не думать о том, что если у Бога разные отношения, ну, я в тяжкий грех не впаду, ну, подумаешь, я буду ссориться, я буду проблемный человек. Да, у меня такой характер. Но и при чем у меня-то? Я-то при чем? У меня такой характер. Один брат говорит, ну, что я сделаю, если я такой? И он этим себя утешает, что, ну, а что я сделаю? Я вот такой. Грешу вот так, я ссорюсь, ну, я вот такой. Ну, что я сделаю? Друзья, у Бога есть чаша, и когда она наполнится, Бог может отвергнуть даже незатяжкий грех. Вот наша задача – помнить, что любой грех Бога огорчает. И нам нужно стараться вести победную жизнь, чтобы не огорчать Бога никаким грехом. Что ж, когда она наполнится, чтобы не было не верно? Продолжение следует...